В центре катализа химического института КФУ выполняются проекты по разработке высокоэффективных катализаторов для получения органических мономеров, олигомеров и полимеров на основе непредельных углеводородов. 13 июля руководитель научно-исследовательской лаборатории профессор Александр Ламберов провел экскурсию по институту для гостей из компании Нижнекамск-Нефтехим. Нижнекамск-Нефтехимия – это флагон нефтехимии. У нас Нижнекамск и группа Тайф и Сибур. Мы – это все крупнейшие производители нефтехимической продукции. Мы работаем и с Сибуром, и с Нижнекамском нефтехимии. Мы работаем с Газпром нефтью. Мы работаем с Крейтом, с Американцами. Мы работаем с Харвертом. Все сейчас действующие договоры. То есть у нас очень много работ с разными организациями нефтехимии, нефтепереработкой. Помимо прочего, гости посетили лаборатории, размещенные в новом здании химического института, построенного при содействии Тайф. Мы понимаем, что те наработки и современные исследования, которые есть КФУ, они принесут серьезный синергетический экономический эффект. Поэтому регулярно, на постоянной основе, на плановой основе мы взаимодействуем. Мы внедряем новые катализаторы и проявляем интерес к новым материалам, которые могут быть внедрены на нашем предприятии. Поэтому видим в этом большой потенциал. В России разработки КФУ поддерживают крупные нефтехимические компании. Нижнекамскнефтехим, Казанерксинтез, Татнефть, Газпромнефть. На сегодняшний день разработано более 20 новых катализаторов для нефтехимических процессов. 7 из них внедрены в производство и позволили принести предприятиям дополнительную прибыль в несколько сотен миллионов рублей. А еще около 10 катализаторов прошли опытно-промышленные испытания и будут внедрены в ближайшие годы. Для промышленного синтеза катализаторов Нижнекамскнефтехим совместно с Казанским университетом в 2014 году открыл катализаторную фабрику мощностью производства до 2500 тонн в год. Вот последняя разработка – это железокалевый катализатор, тоже в рамках 218-го постановления. Разработка проведена уже, заказчиком выступает не Нижнекамскнефтехим, а другая организация. Но промышленное освоение этого катализатора будет начато уже в конце этого года. Этот катализатор пойдет в основном на экспорт. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюс.